наш эфир продолжает программы эфима фиштейна похищение европы здравствуйте фильм добрый день сегодня мы поговорим о том о том какая какая реформа готовится евросоюзом и может ли эта реформа завершится успехом сегодняшнюю передачу рассказываю о том как работает точнее как не работает евросоюз международное объединение известное под названием диноза и почему я решил это сделать да потому что на этой неделе в четверг пятницу должна была открыться не то чтобы состояться но открыться история эта долгая конференция о будущем евросоюзе так это официально называется эта конференция должна была открыться уже весной этого года из-за эпидемии она была отложена и вот на этой неделе четверг пятницу она должна была открыться почему я настаиваю на слово открыться потому что она рассчитана на месяцы она была задумана так что и германия автор этой задумки что под председательством германия германия сейчас в эти полгода председательствует евросоюзе она должна была открыться это веховое значение исторического масштаба а закончится она должна была лишь двадцать втором году под председательством франции таким образом тандем франция германия играл бы здесь решающую роль все это я говорю в сослагательном наклонении если вы обратили внимание так должно было бы по идее быть почему вообще с каких с каких дорогов и с каких радостей нам нужна реформа европейского союза она нужна безусловно о ней говорят уже двадцать лет если не ошибаюсь говорят уже двадцать лет что без реформы не обойтись потому что нынешнее положение не просто тормозит развитие этого объединения оно просто не жизнеспособно парадоксальным образом европейское объединение называемое евросоюзом имела гигантские амбиции стать самым большим по численности населения объединением мира пятьсот миллионов говорилось пятьсот пятьдесят европейцев объединились в этом блоке странном в этом международном в этой международной организации она должна была стать самым экономическим гигантом мира фактически локомотивом мировой экономики и она должна была стать лидером в международных делах определяющим развитие событий в мире вот такие три немаленьких амбиции надо сказать что ни одна из них не увенчалась успехом о реформе европы говорят уже двадцать лет говорил во время своего пребывания председатель еврокомиссии по имени юнкер из люксембурга говорит и сейчас фондерлайн это немка которая стала после юнкера председательницей евросоюза она ставленница фактически ангелы и естественно выражает прежде всего интересы германии но неважно в данном случае чьи интересы она выражает проблема в том что и она прекрасно понимает как и все в европе что в нынешнем своем виде европейский союз жить не может он фактически является недельспособным образованием значит нужна реформа проблема то в том что легко сказать нужна реформа сложнее определить какая реформа нужна вообще-то конструкция евросоюза заложено заложено много ловушек много дефектов так называемые конструкционные дефекты когда строят здание и в нем обнаруживается дефекты конструкционные в самой конструкции здания вы сами понимаете что перестраивать не всегда бывает просто особенно если здание масштабное большое так вот этих дефектов встроенных в конструкцию евросоюза много начать перечислять не кончить что называется я мог бы назвать очень много но я назову парочку самых основных во-первых это отсутствие политического народа то что и делает страну достаточно управляемой должен быть какой-то народ то ли этнический этнического происхождения общего то ли политический народ как в Америке но он должен быть в Европе его нет во вторых конструкция некоторых органов возьмите к примеру европейскую комиссию считается что это орган аналогичный правительству Европы европейская комиссия состоит из назначенцев своих правительств получается полный абсурд парадокс ну например от какой-то страны той же Германии назначен комиссар этой комиссии естественно члены этого правительства умозрительного называются комиссарами благою памяти комиссаров большевистских и этот комиссар считается что эта комиссия должна руководить Европой но этот комиссар комиссар напрямую зависим от правительства которое его послало в Брюссель во всех странах это так то есть получается что там сидят назначенцы комиссары не могут приступить в волю своих теоретических подчиненных правительств этих стран они в теории подчинены комиссарам а на практике они могут комиссара отозвать если он очень уж будет самостоятельным и не будет слушаться инструкции спускаемых из Берлина или из Праги или из Варшавы о своих правительствах таких противоречий миллион европейский парламент не имеет полномочий нормальных парламентов он имеет совещательные голоса его резолюции не действуют правительство он в целом не выбирает потому что я повторяю правительство является европейской комиссией а там назначенцы правительств своих он европейский парламент их подвергает прожариванию как это называется в лексике это и гриль и только на этот предмет и может в принципе отвести какую-то кандидатуру но не он ее не он ее назначает и не парламенту отдана привилегия вообще выделять таких будущих возможных комиссаров это привилегия правительства таких много в результате не работает евросоюз не работает поэтому то он и не стал не самым большим а после ухода Британии вообще об этом уже говорить сложно не самым экономически мощным образованием мира не самым политически влиятельным образованием мира не случайно хитрец Генри Киссинджер еще в момент образования этого объединения весьма икидно с моей точки зрения спросил тогдашних лидеров евросоюза 50-60 лет назад спросил а по какому телефону мне звонить в европу чтобы узнать настроение и мнение евросоюза ему конечно не могли назвать такого телефона потому что его нет многие в европе мечтают о так называемой федерации из-за этого кстати вот сейчас я вернусь несколько к началу мысли конференция которая должна была состояться открыться в четверге в пятницу на этой неделе срывалась все это время из-за вопроса о том кто будет председателем этой конференции для того чтобы широко заложенная такая всеобъемлющая конференция которая должна выявить настроение европейцев причем там подчеркивается в декларации что это должно быть настроение разных слоев населения разных типов граждан европы и прочее и прочее но для того чтобы выявить и представить им слово на такой конференции нужен председательствующий и сразу же при назначении этого вроде бы чисто формального чиновника ну допустим он там составит списки допустим он будет предоставлять слово но нет конечно все понимают что как говорится не важно кто как голосует а важно кто и как подсчитывает голоса от председателя конечно зависит очень много европарламент выдвинул в качестве своего кандидата бывшего бельгийского премьер-министра по имени Гай Феррхов 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 зараза как его правильно Феррхов штат Гай Феррхов штат он не понравился многим по той простой причине что он по своему настрою по своим взглядом федералист то есть он добивает создания европейской федерации американцам которые меня сейчас слушают понятно это слово федерация это объединение в вашем случае каких-то штатов но страна объединена по принципу единства конституции действительной для всех основной закон страны по принципу общей армии общей денежной единицы то есть денежной системы вообще в стране и общей внешней политики зарубежной политики страны это федерация но допустить нечто подобное в европе разумеется не готовы правительства тех стран которые входят сейчас в европейский союз они очень не готовы для этого нужно ликвидировать свои конституции свое представление о развитии в дальнейшем европы это означает интеграция вплоть до унификации дальше следующим кроком уже следующим шагом уже является не федерация а просто унитарное государство с одним правительством но повторяю для выборов одного правительства не хватает мелочи не хватает политического народа как проводить эти выборы они же проводятся в каждой стране отдельно в разные сроки и по разным режимам проведения выборов и разная система партийная везде царит и партии которые есть скажем здесь в Чехии их нет в Латвии и наоборот каких-нибудь там партий сияющего пути или правильного пути нет в этих странах то есть нет такого я бы сказал предпосылки для создания унитарного государства и для создания федерации так вот этого первого штата забанили что называется его не пропустили даже в кандидаты председательствующие целый ряд стран я бы сказал даже большинство большинство стран договорились о том что им предпочтительней бывший финский премьер-министр по имени Александр Студов тот не заподозрен в таких федеративных склонностях возникло что я хочу сказать что уже на первом даже предварительном шагу шагу на первой ступени вот этой европейской конференции по реформе а я ведь сейчас повторяю говорю лишь о реформе жизненно необходимой уже возникла проблема она отражается разумеется и во всех остальных сферах что собиралась эта реформа сделать задумкой мыслью ее немецких фактически инициаторов авторов было опросить европейцев чтобы понять их точку зрения чтобы как-то объединить именно вот эти разномастные политические партии движения сейчас полно там странностей в Европарламенте и в Евросоюзе есть фракции объединенное название скажем фракция социалистов фракция там реформатор туда входят многие правые партии либералов христианских демократов и так далее но проблема то в том что партии которые считаются экстремистскими спокойно входят в либеральную фракцию его парламента потому что с самого начала они так себя заявили и ни у кого не было сил для того чтобы их исключить потом так что будете удивляться ну и скажем арбановская партия она в европе считается чуть ли не причиной всех бедствий партия урбана фидес партия молодых демократов когда-то она называлась она составная часть либеральной фракции его парламента ее пытались пару раз исключить не получилось другие заступились в любом случае много абсурдного так вот эта реформа должна была по идее устранить часть этих абсурдных положений отнюдь не все она бы не решила вопрос европейской комиссии которая руководит правит но в то же время подчинена своим национальным правительствам тоже других вопросов она бы не решила но хотя бы подступиться ведь после 20 лет пустых речей обычно все президенты назову Макрона начинали с того что вот-вот они сейчас приступят к этой реформе реформе они благополучно отсиживали свой срок уходили о них все забывали реформы все так же висела в унике сейчас она должна наконец-то состояться почему я так подробно рассказываю конечно вы уже догадались что я говорил со слагательным наклонением наклонение наклонение не случайно я говорил об этом со слагательным наклонении только потому что она и на это состоится уже объявлено было сегодня что в связи с тем что они не могут никак не договориться председательствующим не разумеется преодолеть необходимость выступать онлайн в виртуальном пространстве а не сидя рядом с другом вы знаете сами что ругаться в виртуальном пространстве очень сложно перебивать друг друга сложно короче говоря она сорвалась и на этот раз отложена как говорится в долгий ящик но для того чтобы понять почему и как нарастает напряженность между этими государствами приведу пару примеров сейчас как вы знаете на греческом острове лесбос сгорел лагерь для беженцев там было двенадцать с половиной тысячи тысяч беженцев и вот возник вопрос что с ними Греция разумеется в результате там построила новые палатки шатры и так далее для этих беженцев но ведь встал вопрос о том их же надо куда-то переместить пока будет что-то построено там естественно как всегда здесь запевала и выступила Германия которая предложила там осталось четыреста сирот детей которые и пришли как-то без родителей что вообще само по себе странно но в Европе бывают и не такие странности эти сироты нуждались как бы в досмотре каких-то взрослых и Германия предложила их распределить как всегда она выступает инициатором и можете с трех заходов угадать сколько государств Евросоюза присоединилась к этой инициативе и проявила желание принять у себя речь идет о единице ну пару десятков от силы из этих четырехсот сама Германия предложила у себя разместить 150 детей восемь государств из 27 сейчас в Евросоюзе 27 государств Британии и лишь восемь из них согласилась включая государства вроде там Хорватии Словении которые по одному ребенку предложили принять с большим скрипом остальные отказались участвовать в этой программе потому что они исходят из того что начало может быть легким а конец будет сложным что там где один потянутся другие и вообще сам принцип а он называется принципом солидарности в этом тоже есть ирония судьбы здесь скажем государства восточной Европы часто побивали западное публицисты тем что они не солидарны с той же Германией но был ответ естественный солидарным можно быть лишь в таком решении лишь в такой инициативе в которой вы сами поучаствовали но ведь первоначально в 2015 году когда госпожа Меркель открыла границы Европы она же ни у кого не спрашивала известно что она даже своих соратников своих ближайших соратников по правительству об этом не спрашивала на ничьего совета не спрашивала она впустила миллион двести тысяч а может быть и полтора миллиона они же приходили с каждым годом какие-то какие-то количество беженцев впустила не спрашивая ничьего совета но требуя потом солидарности с собой с ее решением Меркель решением от которого она через пару лет не то что отказалась а наоборот ей сейчас говорит что поступила бы так же но сказала при этом однозначно 2015 год не должен повториться и мы позаботимся о том чтобы он никогда не повторился но если так все было правильно почему же не повториться хорошему делу почему не повторить его снова нет так что этот бред собачий не выдержал испытания истории сейчас многие государства в Европе отказываются проявлять солидарность не с беженцами а солидарность с Ангелой Меркель потому что это солидарность с ее решениями получается так вот самый большой и неприятный удар для Ангела Меркель и для Германии вообще было то что к этим восточноевропейским государствам которые традиционно от Венгрии до Польши на всем этом пространстве традиционно отказываются подчиняться решениям которых к выработке которых их не приглашали вообще и не присоединилась Австрия это очень мощный удар для Германии который рассчитывал на то что период когда канцлером Австрии был Файнман принимали и принимали очень успешно но к концу своего правления Австрии к концу правления этого канцлера Австрия перестала принимать а когда на его место пришел пришел Себастьян Курц новый канцлер молодой и динамичный она вообще отказалась участвовать в этих игроке и принимать какое-либо количество даже детей это поразительно почему на потому что в коалиции с этими христианскими демократами с народными демократами партией с Ейва Курца в коалиции с ними уже не свободная клап avons свободных, считается правоэкстремистской пардией. У него сейчас в коалиции зеленые, и зеленые в этой коалиции пошли у него на поводу, как говорится, и тоже отказались принимать беженцев. То есть развал в данном случае максимальный. Какие могут быть результаты и следствия такого развала, тоже показано на одном весьма характерном примере. Вы знаете, что в последние дни Евросоюз мощно обсуждал и на уровне Европарламента, и Европарламент вроде бы принял резолюцию, осуждающую Лукашенко и осуждающую репрессии Беларуси, и поддержал протестующих Беларуси. Что же произошло? Почему Евросоюз не мог такую резолюцию не принять, не декларировать вслух? Почему? Ну потому что для этого нужна единогласие, единомыслие. Нужно, чтобы такую резолюцию не заблокировало ни одно государство. А это и произошло. Государство Кипр, может быть, не самое главное в Евросоюзе, но у него такое же право вето, такой же голос и такой же принцип единогласия и единодушия при принятии таких резолюций. Кипр рассказал, а так вы не хотите принять резолюцию против Турции, с которой мы не дружим. Мы на Кипре с ними не дружим. Мы дружим с вами, а вы должны дружить с нами против Турции вместе. Потому что Турция проводит какие-то изыскательные работы, бурения, скважины в районе, который Кипр считает своей зоной, естественной. И затребовал бы Евросоюз, чтобы осудили решительно Турцию за ее происки, за ее военные суда, которые там патрулируют в водах Кипра. Евросоюз, понимая, что Турция ведь член НАТО, пока не исключенный, да и аспирант на принятие в Евросоюз, никто еще не сказал, что этого не случится, Евросоюз не решился осудить Турцию. А Кипр вместо этого заблокировал резолюцию по Белоруссии. Несчастные белорусы, которые могли бы иметь хотя бы моральную поддержку Евросоюза, этой поддержки не получили. Потому что, повторяю, это смесь, это какая-то гремучая смесь даже противоречий внутренних, которые совсем нелегко привести в состояние консенсуса, взаимопонимания всех по каким-то вопросам. Что получается в результате? Это как в комиссии. Еврокомиссия ведь составлена по принципу «с миру по нитке», бедному рубашку. Получается, Еврокомиссия, в ней сидят представители, скажем, левых партий, в данный момент, которые где-то еще правят на территории Евросоюза. Сейчас, может быть, это итальянцы, где левые вместе с какими-то популистами составляют правительство. Другие партии, правые, тоже входят в эту комиссию. Почему политика требует, чтобы в правительство попадали люди примерно одного воззрения, одних воззрений? Да именно потому, что если у вас есть примерно одни воззрения, то вы способны эффективно вести страну вперед. Если у вас там разнобой воззрения, вы находите общий язык только по самым минимальным явлениям и проблемам. Это называется общий знаменатель. Общим знаменателем оказывается нижайшая проблема. Ну, будем бороться с климатическими изменениями. Тут ведь политики никакой нет. Будем бороться, скорее всего. Ну, это не примут. Тогда еще чего-нибудь более мелкое. Ну, там, закривление огурцов. По этим вопросам можно добиться согласия. А по всему, что является собственно делом правительства и предметом его действий. По тем сложным жизненным вопросам современной Европы, добиться согласия невозможно. То есть, я бы очень желал, чтобы какая-то конференция по реформе уменьшалась успехом, потому что Европа нуждается в реформе как никогда, но я не очень в это верю. Потому что в игру вступают совсем другие факторы, разнонаправленность и различные целеполагания отдельных правительств, в результате пока не удается договориться вообще ни по одному серьезному вопросу. Вот такая ситуация сейчас складывается в Европе. Спасибо огромное, Ефим. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, после чего вернемся и продолжим программу. Возвращаемся в программу Ефима Фиштейна. Похищение Европы. Телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, всегда линия открыта для вас, можете позвонить. Ну, если мы закончили с темой возможной, я не знаю, если это возможно, реформы Евросоюза, хотя о Евросоюзе можно говорить долго и не всегда лицеприятно, а точнее в большинстве случаев эта конструкция, как вы справедливо заметили, нежизнеспособная. И если разбирать еще нюансы, детали, как, скажем, страны, которые последними вошли в Евросоюз, насколько, так сказать, повлияло на них это вхождение, на их экономику, на их образ жизни, то тут можно перечислять минусы до бесконечности. Давайте попробуем принять звонок, а потом продолжим разговор. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, что самое большое действующее объединение это НАТО. Возможно, я ошибаюсь, но у меня вопрос такой. Я слышала, это, возможно, конечно, полная ерунда, но якобы Меркель обиделась на Путина и выдвинула Трампу какое-то предложение насчет строительства то ли нефтяной, то ли газовых трубопроводов и что-то такое насчет потока-2. Слышали ли вы что-нибудь или нет? Ну, в общем, что вы знаете? Спасибо большое. О встрече, признаться, не знаю ничего, мне это не кажется вероятным. Но я сейчас вернусь к этому узлу вопросов. Там сразу несколько вопросов. Что касается НАТО, НАТО является военным объединением, военным блоком. Это не то же самое, что Евросоюз. У него нет никаких других параметров вообще. У него нет политического параметра, нет экономического, потому что нет никакой экономики НАТО. Они получают деньги из бюджетов государств, которые входят в НАТО и так далее. То есть это совсем другой тип объединения, где невозможно говорить ни о внешней политике НАТО, она не может иметь другой внешней политики, чем та, которую заказывают государства, входящие в нее. Но это другой вопрос. Что касается нефти, газопровода, то вы же наверняка знаете всю эту историю с Нордстримом-2, то есть с Северным потоком-2, как его называют Соединенные Штаты, очень не хотят, чтобы этот проект реализовался до конца. Там большой парадокс, ведь вот в чем. Россия настроила этих нефтегазопроводов с дюжины. Повсюду есть такие газопроводы. Один из них Сила Сибири ведет в Китай. Нордстрим-2 рядом с Северным потоком-1 существует. Южный поток был задуман под нефтепровод Дружба, который сейчас снабжает Украину, Восточную Европу, часть Польши и так далее. Что я хочу сказать. Газопроводов-то больше или нефтепроводов больше, чем нужно нефти и чем нужно газа. Вот в чем проблема. Мир давно изменился. И старые газопроводы уже оказываются только пригодными для сдачи в металлолом старые трубы, потому что сейчас не нужно в таком количестве ни нефти, ни газа. Автомобильная промышленность, один из главных потребителей, и энергетика, то есть отопление в зимний сезон, скажем, давно перешли на другие виды. На легкие топлива, на сжиженный газ и прочее. То, что Америка вполне успешно производит на своем юге и доставляет в Европу, в те терминалы, которые уже открыты. Что же получается? Понимаете, этот северный поток могут даже достроить. Вообще-то возражает против него не столько Соединенные Штаты, сколько Польша, Украина и другие. Потому что нефть пойдет в обход этих стран. То есть можно будет еще лучше и удобнее сжать в политическом отношении на эти государства, заставлять их проводить российскую политику, угрожая тем, что в Германию пойдет нефть в обход Польши и Украины. А в эти страны можно будет пережать кранты, пережать эти краники и не пустить нефть и газ в эти страны. Понимаете? То есть Америка это делает из солидарности со своими союзниками, в общем-то, восточными союзниками. Потому что и Украина, и Польша являются в этом смысле союзниками Соединенных Штатов. Разумеется, там примешивается и в России очень акцентирует это, и меркантильный аспект проблемы, то, что российская нефть, разумеется, выжмет с рынка этих энергетического сырья, выжмет американские топливо и сжиженный газ и прочее, то, что сейчас успешно экспортирует в Европу Соединенные Штаты. Но это, я повторяю, я думаю, даже не главное. Главное – это сохранить жизнеспособность таких союзных государств, как Польша и Украина. Так что северный поток американцы пытаются всеми силами добиться, чтобы он не был введен в эксплуатацию. Но если глубже подумать, то мир меняется настолько, что эти энергетические сырье теряет свою ценность, перестает быть настолько важным вообще в мире. Посмотрите, что произошло с силой Сибири. Его построили, этот газопровод. Построили, опять же, дружбаны путинские. Я уж не помню, строили его в Хоттенбергии или кто другой. Но в любом случае за 50 миллиардов долларов отстроили, отмахали замечательный газопровод. И он используется менее, чем на одну треть. 30% этой трубы заполнено нефтью или газом. Потому что Китаю не нужно сейчас в таком количестве, в таком объеме. И вряд ли уже будет нужно, потому что экономика переходит на другие средства, в том числе энергетические. То есть получается, что Россия, которая весь мир как щупальцами опутала газопроводами и нефтепроводами, сейчас остается ни с чем. Эти технические средства уже не приносят дохода. Вы знаете, все знают, а кто не знает, может прочитать. Это везде в доступе, в открытом тексте. Газпром терпит колоссальные убытки. Он сейчас настолько в красных цифрах оказался, то есть он терпит убытки, что только государство его поддерживает на плаву. Парадокс. Ведь Газпром переводил кучу налогов в государстве. Сейчас государство вынуждено субсидировать Газпром, чтобы он вообще мог как предприятие остаться на плаву. Парадокс времени. И я думаю, время будет немилосердно к этим устаревшим представлениям России о том, что можно шантажировать энергетическим сырьем всю Европу и может быть даже весь мир. Вот что касается этого Нордстрима. Он не закончен, он в общем-то там остается небольшая часть работ, незавершенка остается еще, но теряется желание завершать это. Даже у руководства Германии, которое в общем-то пыталось сопротивляться американцам, стоять на своем, и у Меркель, и круга ее людей возникает подозрение, а для чего? Мы закончим вложить гигантские деньги, а что мы будем так интенсивно импортировать в страну, когда сейчас потребность в нефти и в газе уменьшается или ее практически нет? – Вот тут в комментариях пишут, что уже есть договоренность между Россией и Китаем о строительстве силы Сибири-2, что в Китае экономика растет, у них по-прежнему потребность в газе. Хотя, честно говоря, не уверен, насколько в Китае сейчас растет экономика, хотя может и растет. – Нет, она сейчас растет в гораздо меньшей сибири. Что значит растет? Китайцы, привыкшие к 10-процентным темпам роста, сейчас вынуждены довольствоваться 5-процентным, скажем, ростом. И даже не знаю, китайская статистика является такой же подчиненной, как российская, такой же коммунистической, то есть там можно ожидать каких угодно подделок. Тем не менее, даже если мы исходим из этого, рост ее замедлился. Если они будут строить силы Сибири-2, пошли бы дурака Богу молиться он и лобащего. Это так же получится, как получилось сейчас с существующими газопроводами. – Ну, вот тут еще женщина пишет, что почему банки отказываются кредитовать американских слонцевиков. Я не знаю, отказываются ли банки сейчас кредитовать. Наверное, возможно, были какие-то проблемы, когда цены на нефть обрушились сильно, и, скажем, добыча слонцевой нефти стала не совсем рентабельна. Может быть, это был тот период. Но, по-моему, все в порядке. Единственное, что сейчас, поскольку в больших городах под управлением демократов действительно они пытаются убить экономику, они пытаются любой ценой избавиться от президента Трампа и, думаю, надеются, что если они таким образом убьют экономику, а это была козырная карта в его колоде избирательной, то это им каким-то образом поможет. Может быть, потребление, в связи с этим потребление нефти снизилось, в смысле потребление бензина снизилось, соответственно, и потребление нефти снизилось. Я вынужден с этим согласиться. Что касается кредитной политики, тут я не гораст в этом деле, не больно образован в этом деле. Банк, в принципе, по определению дает кредиты тем, от которого он ожидает отдачи, включая проценты. Если сланцевая отрасль пойдет ко дну, то банки не могут ожидать отдачи с процентами. Так что я не знаю, просто этого не знаю. Но мне не кажется, что сланцевая отрасль сейчас уже идет ко дну. Правда, с поступлением газа с Аляски, может быть, там соотношение с ним несколько изменилось. Дело же не в этом, это все детали машины. Экономика американская всегда ищет выгоды и находит ее, я думаю, что найдет и на этот раз. И будут кредитовать то, что будет выгодно. А сланцы пока еще оставались выгодными. Другое дело, технология ведь меняется, раньше было невыгодно вообще добывать сланцы, слишком глубоко залегали, а сейчас это стало технологически возможным и выгодным даже. Так что я не очень опасаюсь. Да потом существуют другие виды энергии, если они рентабельны. Я, правда, не верю в ветряную энергию, в энергию прибоя, не слишком верю. Она не может заменить старые типы энергетического сырья. Даже ветряки этих сырья и так далее, которые уродуют кстати ландшафт. И здесь в Европе очень многие протестуют против в этом, потому что сначала схватились было, это же экологично, ветер дует, внутренняя мельница крутится. Но потом оказалось, что этих мельниц понастроились столько, что они изуродовали ландшафт, превратили его в какой-то марсианский ландшафт. И везде стоят мельницы, за которыми леса не бить может. То есть, все должно делаться с чувством меры, которое у этих сторонников Греты из Швеции нарушено. Нарушено чувство меры, а без чувства меры ничего никогда не бывает особенно успешным. Да и потом, действительно, зрелище это не из приятных, когда едешь и целые поля ветряных этих ветряков стоит. Половина из них не работают, а часть работает на дизельном топливе, потому что недостаточно ветра в этот момент. Так что, я разговаривал с одним человеком, который в свое время, еще в 60-е годы работал в каком-то институте, и они получили задание на исследование возможности использовать солнечную энергию. Ну, вот эти панели, так называемые. Это было в 60-х еще годах. И они просчитали, что если это на тот период, что если покрыть всю поверхность, ну, которую можно покрыть вот этими солнечными батареями, панелями этими, то это будет энергию, которую они смогут получить, покроет 15, на тот момент покроет 15% энергии, потребляемой в то время. То есть, это такой миф, что можно заменить углеводороды на солнечные. В каких-то случаях это работает. В Израиле это прекрасно работает. Там вода греется как раз от этих панелей. На каждом доме установлена небольшая панель, и каким-то образом оно преобразовывает энергию, нагревают воду. Но, скажем, в Чикаго или где-нибудь еще севернее, в Миннесоте поставить эти панели, или даже где-нибудь, я не знаю, в штате Вашингтон, где там дожди бесконечно идут. Я не думаю, что это эффективно будет. Но самое главное, даже не в этом, но даже если они какую-то выработают энергию, ее же нужно еще перенести куда-то, сохранить. Для этого нужны батареи огромные, аккумуляторные. В общем, поэтому субсидии, которые были выделены Обамой в размере 94 миллиардов долларов для возобновляемой энергетики, они ни к чему не привели на самом деле. Если бы это было выгодно, если бы это было экономически обоснованно, выгодно, то, я думаю, любой бизнес взялся бы за это и давно уже, если бы это было выгодно, и давно бы уже, так сказать, эту отрасль развили. Теперь вот тут пишут, что в Китае экономика растет там 3-5 процентов. Это вообще низкий рост для Китая. Специалисты давно предупреждали, что если рост экономики в Китае будет ниже 7 процентов, то центробежные силы усилятся, простите за тавтологию. Я думаю, именно поэтому сейчас лагеря у них, так называемые для перевоспитания или, просто говоря, тюрьмы, переполнены. Так что в Китае 3-5 процентов роста для Китая – это не катастрофа, но это беда, это не… Это просто надо понять, что любая экономика развивается по синусоиде, бывают подъемы, бывают спады, а тоталитарная система. В любом случае никогда и нигде еще не подвигала нации на колоссальные успехи. В какое-то время это могло действовать. Действовала ведь Китая не коммунистическая система, а именно то, что она открылась для капитализма. Политическое руководство осталось, управление политической страной осталось, жесткое достаточно, а экономика стала свободной относительно. Вспомните, что то же самое произошло при НЭПе, когда нечего было, я извиняюсь, жрать в России, в Советской России тогда, в Софье Васильевне. Так, чуть-чуть открыли шлюзы, когда снова появились товары, они же появились как по мановении волшебной палочки, они появились буквально со дня на день. Оказалось, что все можно производить, когда была введена капиталистическая система, хотя бы два части. То есть рынок. Свободная экономика. Давайте попробуем принять звонок. Давай. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, спасибо за вашу передачу, очень интересный рассказ о Европе. Я просто небольшую ремарку сделал, хочу сделать, и вопрос тоже задать. Вот вы сказали, в Китае экономика не растет, там 3% очень плохо. А насколько она растет в США, и что нам волноваться? Я вот сейчас был в даунтауне, только что вернулся. Нет, уже недели три в даунтауне Чикаго. Это ужасно. Это пустой город, куча мусора посреди Мичигана веню, все заколочено, город умирает. Какое нам дело, извините, до Китая? И вопрос такой, что происходит в Европе? Как вот выглядит Германия? Такие же пустые улицы, такие же какие-то непонятные личности слоняющиеся. Расскажите нам, пожалуйста. Давайте я сначала начну, а вы потом продолжите про Европу. Значит, что происходит в Чикаго? В Чикаго все происходит, потому что вы и такие, как вы, голосуете за таких политиков, которые управляют Чикаго и управляют штатом нашим. Вы голосуете за демократов, вот получаете такой результат. Что касается Китая, может быть, вам и нет дела до Китая, но Китаю есть дело до нас. И это большая-большая проблема. И, кстати, сегодня Трамп обращался к Организации Объединенных Наций, и он все назвал вещи своими именами. Для вас, как для демократа, проблема, которую несет в себе Китай, не доходит. Потому что для вас самое главное, чтобы избавиться от Трампа. А то, что там Китай, что делает, каким образом ворует интеллектуальную собственность и так далее, это вас не интересует. Вас больше всего беспокоит, что Трамп сидит в белом доле. Ну, а теперь, что касается Европы, я имею в виду, что там такие же политики, наверное, как у нас в Чикаго, леволиберального, такого склада ума, поэтому и результаты такие. Но вы подробнее можете рассказать вам все-таки Европа ближе. Разумеется, вам гораздо ближе и виднее, я отсюда из Праги, мне не видно, что слушатели избирают демократов, это лучше меня разбирайтесь в этом. Но для меня было интересно его свидетельство, очевидца о том, как выглядит центр Чикаго. Это исключительно интересно для меня. Я и подозревал, что выглядит так. Состояние это называется в российской классике разрухой. Разруха, как известно от профессора Преображенского, начинается в головах, но кончается неизбежно в сортирах, образно говоря. То есть разрушаются основные смысловые узлы жизни нашей цивилизации. Разумеется, заколоченное, когда это началось, я уже сказал, что заколоченные витрины – это ваше будущее. Вот так это будет выглядеть, если эти люди, которые вам доказали, что главное в жизни – это равенство, достигнуть его можно путем перераспределения благ. Те люди, которые доказали молодым американцам, что это так, они и отвечают, и ответственны за эту разруху. В Европе, надо сказать, все к этому идет, но еще не дошло. Еще европейцы ценят чистоту улиц, то, что мусора, убирательные машины, свозят мусор регулярно, то, что еще открывается по утрам, кафе и прочее. Это все еще в Европе есть. Но уже находится под определенной угрозой. И опять же зависит от руководства городов. Берлин больше подвержен каким-то мелким разрушениям, что называется. Там больше подозрительных типов людей, странных, шляющих всех по вечерам и по ночам. Он опаснее. Берлин. Какие-то другие небольшие города, особенно в Баварии, скажем, где никогда демократы не были у власти. Демократы в американском смысле этого слова. Там были христианские социалы, то есть ЦСУ, партия, она правоориентированная. Это право консервативная партия. Там все еще вполне прилично. Если бы не нашествие совершенно незваных гостей в данном случае, почему я так выражаю, это потому что они пришли нелегально. А для меня слово нелегал значит противозаконный приход. Все, что нарушает законы, я не могу этому радоваться. Закон надо восстановить. И мы в свое время, кстати, эмигрировали через Элис Айленд, скажем, находясь там по месяцу два в карантине. Это все было по закону. А сейчас говорят, лучше те, которые приходят противозаконно. Уже само слово противозаконно и легал становится чуть ли не медалью на груди. Но это же все извращение. Это чисто извращение, результатом которого становится именно разруха. В Европе еще этой разрухи нет, надо честно сказать. Но она уже появляется. Она уже растет, как грибы после дождя. Появляется большое количество каких-то странных, не занятых делом людей, ждущих пособия прежде всего. И вообще интерес вот к таким «отверженным» в кавычках. Хотя никто в Европе никого не отвергал, и работа, в общем-то, предоставляется. В Европе социальное государство. Хотя и в Америке, скажем, система ВФР достаточно социального. Но, короче говоря, в Европе этого пока еще нет. Потому что в Америке уже произошло то, что братьев Стругацкие называли «одержанием». Да. Ефим, огромное спасибо. К сожалению, времени больше не остается. Это происходит, вот то, о чем мы говорим, это происходит во всех городах, в которых мэры – демократы. Во всех метрополиях мэры, как правило, демократы. Поэтому вот в Кентаке, в Луисвилле, приехал человек рассказывать, что центр города разрушен, по сути дела, организацией, движением. Как назвала у нас есть тут одна дама по имени Элла Забицкер, призывает поддержать великое движение Black Lives Matter. Вот это великое движение и призвано, и занимается тем, что разрушает эти города. Спасибо, и до встречи в следующий раз. Договорились через неделю. Всего доброго. До встречи в Сérдок. Музыка. Субтитры подогнал «Симон»